О, мадам, вы либо делаете то, зачем прилетели, либо присоединяйтесь ко мне в постели, либо извольте съебать. Просто мне право завтра еще обзор писать. Хотелось бы чутка поспать. Замечу, отличное решение вы принимаете. До завтра. Прощайте. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и я приглашаю вас на Carnival Row. Также я где-то читал, что сериал называют «Карнавальная шумиха». Но Carnival Row – это улица в нашем сериале, и к карнавалу она не имеет никакого отношения, так что переводить не надо. Сюжет перенесет нас в город Бюрге, куда из-за гонений и истреблений отправляется фея Виньет. Родные земли Виньет были атакованы Пактом, организацией, занимающейся истреблением фей. Но в Бюрге люди тоже не особо рады новым гостям. Вообще Бюрге – это что-то вроде альтернативного нео-викторианского Лондона. Проживание там феей, фавнов, кентавров и прочих полностью законно. Но, как и в любом обществе, есть те, кто против необычных соседей. Ты больше не в овечьей стране, Копытная. Это наш город, и не забывайте об этом. Но есть и те, кто против ничего не имеет. Один из таких – Рейкроф Филостат. Военный, сражавшийся против пакта бок о бок с феями. И возлюбленный Виньет, а ныне работающий инспектором в Бюрге. Но что людям, что не людям, стоит бояться не косых взглядов и недоверия. Настоящее зло пока что скрыто в тени. Но скоро оно себя покажет. И, пожалуй, это все, что вам пока что нужно знать для завязки. Но перед тем, как мы поговорим о сериале, пишите в комментариях, какой фантастической тва... Каким фантастическим существом вы бы хотели быть? Лично мне всегда нравились оборотни и демонические создания. Но, так как оборотнем я уже был... Настало время второго варианта. Встречайте, прямиком из адских пучин. Хел Кин. А за арт спасибо одной замечательной художнице. А если же и вы хотите увидеть себя в образе любимого персонажа, или же вы просто хотите свой портрет, то пишите и заказывайте. А также именно она помогала с разработкой шапки и лого канала. Ссылку для вас я оставлю в описании. А теперь поговорим о сериале. И для начала мне бы хотелось отметить подачу сериала. В Карнивал Роу лично я почувствовал тень таких сериалов. Карнавал 2003 года и Страшные сказки 2014. Или, если сказать проще, то сколько бы в сериале не было фэнтезийных созданий или другой фэнтези-атрибутики, той чудесной, жизнерадостной, чарующей магии здесь нет. Карнивал Роу пропитан тусклыми цветами и мрачным реализмом. Нет, по сути своей магия здесь есть, но и она скорее больше приближена к науке, чем к волшебству. Да и местная Динь-Динь раздает не волшебную пыльцу, а пиздюлины. И если пацаны отвечали на вопрос, что бы было, если бы супергерои существовали в реальном мире, то и Карнивал Роу отвечает на тот же вопрос, только со стороны мира фэнтези. И самой явной параллелью с сериальным миром, как бы то ни было печально, можно назвать расизм и геноцид в сериале. Неспособность некоторых людей принять кого-то отличающихся от них, как нельзя четко здесь показана. Это наш город. Он принадлежит бургерийцам. Также, если вы ищете шоу для развлечения, то Карнивал Роу вряд ли вам подойдет, так как шутейки в нем на втором плане. А на первом у нас любовные дрязги, политические интриги, детективная линия и простые попытки выжить в холодном, ожесточенном мире. Экшенов в сериале не так уж и много, но могу сказать, что он хотя бы не вырвиглазный. Визуал где-то на уровне благих знамений, а может даже и чутка получше. Грим тут также радует глаз, но сразу должен заметить, данный сериал далеко не для всех. Скажем так, если вам нравится подача Игры Престолов, то и Карнивал Роу должен понравиться. Да, может в нем и нет так называемой масштабности Игры Престолов, но от этого сериал не теряет свой стиль и шарм. За происходящим в сериале интересно наблюдать. Персонажи приятные, но больше всех мне бы хотелось выделить нашу парочку. Из дуэта Кары и Орландо вышел просто великолепный тандем. С Блумом-то понятно. Многие, как и я, любят его еще с пиратов, но забудьте про чародейку из отряда самоубийц. Карнивал Роу. Вот где Кары де Лавинь блистает вовсю. И если обобщить все вышесказанное, то мы имеем детектив с войной и геноцидом, любовью и враждой, страстью и тайнами, политикой и загадками. В свою очередь скажу, я всегда любил нестандартную подачу, будь то супергероика, ужасы или, как в данном случае, фэнтези. А поэтому сериал мне очень понравился. И насколько мне известно, он уже продлен на второй сезон. Что ж, буду ждать с нетерпением. А на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. А с вами был Кин. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также обязательно заказывайте портретики. И не забывайте про конкурс в этом видео. А в описании вы сможете найти ссылки для вашей поддержки канала. Также ссылки на группу ВК, Инстаграм и канал Твич. Где мы смотрим новинки сериалов или же полюбившуюся классику. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и верьте в волшебство. Пока. Продолжение следует...